Всем большой привет! С вами Таня, вы смотрите канал Атмосферы Счастья. Я вас их очень рада видеть везде и всюду, где вы сейчас смотрите этот ролик. Я сейчас сижу в волшебном лесу, создала специально такой весенний антураж, для того, чтобы вам настроение поднять, и интереснее было у меня сегодня обзор и ролик. Где вы меня сейчас смотрите? На Яндекс Дзен, возможно, уже на Рутюб, кто-то уже подписался, это мои новые каналы. Также Инстаграм сейчас полноценно заменяет мне Телеграм-канал, и там мне даже нравится больше, чем в Инстаграм. И сегодня у меня будет распаковка с Алиэкспресс. Распаковка очень необычная. Впервые мне пришел такой товар на обзор. И во второй части ролика я очень надеюсь, что дядя Нел согласится показать вам суперпростой рецепт, супербюджетного салата, вкусного, полезного, диетического даже можно сказать. И давайте начнем сначала с распаковки. И мне за три дня пришла посылка с Алиэкспресс. Вы можете себе представить? Курьер привез из Алиэкспресс посылку мою за три дня. Поэтому, хозяюшки, имейте в виду, если будете заказывать этот товар на Алиэкспресс, выбирайте доставку из Российской Федерации. Неплохо так упакована в кукурчатую пленку. Даже у коробки углы они абсолютно целенькие. Итак, та-да-да-да-да-да-дам! Таня пришел в набор ножей от компании Xiaomi. Я думаю, что все хозяйки заценят, потому что я уже смотрела несколько обзоров, и даже мужчины в восторге от этих ножей керамических, от этого набора. Он относительно бюджетный. Ну, дешевле, по-моему, например, чем фаберниковские ножи выходят, если весь набор заказывать. Это суп-бренд у компании Xiaomi. Хо-хау называется. И данная компания изготавливает супер-высококачественные, очень крутые гаджеты для кухни. У меня, например, есть, и я делала, снимала обзор прекраснейшего, невероятного качества электромельница и электроштопор. У меня, конечно, такого набора еще никогда не было, и таких ножей вот такого высокого качества, потому что я читала описание данных ножей, каким образом они изготавливаются. Я вам сейчас прочитаю, и думаю, что вы тоже впечатлитесь. Благодаря современным технологиям лезвие изготовлено из диоксида циркония, который после спекания и шлифовки приобрел способность самозатачивания. Создание лезвия начинается из сырья, песка диоксида циркония, который импортируется из Австралии. После предварительной обработки и формовки лезвия происходит спекание керамических заготовок в печи. Следующий этап – процесс цементации заготовок, проникновения атомов углерода в кристаллическую решетку диоксида циркония. Это называется науглероживанием, которое представляет собой цикл из 300 повторяющихся интераций, нагревания и охлаждения. Нагрев происходит в вакууме при температуре до 2000 градусов Цельсия. Благодаря такому сложному технологическому процессу укрепляющие добавки проникают глубже в структуру металла. Науглероживание лезвия делает его более твердым, но хрупким. Кромка режущего края имеет толщину всего 0,4 мм. Оптимальная толщина, при которой нож не тупится, но имеет наилучшие режущие свойства. В плане оформления коробочка абсолютно минималистичная. Я даже не ожидала, что так круто выглядит. Здесь есть мягкая подложка и 4 ножа входят в данный набор. Три универсальных ножа и также одна овощечистка, овощерезка, называйте как хотите. Достанем овощечистку, ничего себе, она очень легкая. 90 градусов, здесь вот поворотный есть такой механизм. Софт-тач покрытие, изготовленное из АБС-пластика. Как я говорила, материал очень легкий, но за счет того, что покрытие софт-тач, даже если у вас руки жирные, либо если руки мокрые, то у вас рука не будет скользить. 13,5 сантиметров, длина овощечистки. Теперь рассмотрим ножи. Самый универсальный нож, на мой взгляд, 20-сантиметровый, такой самый маленький, обычный, он идет стандартный. Абсолютно подходит для всего. Что касается материала, изготовлен он тоже из АБС-пластика. Опять-таки покрытие точно такое же у каждого ножа, софт-тач. Но что здесь примечательное, то что с двух сторон есть для большого пальца и для указательного пальца есть специальные насечки, для того, чтобы не соскальзывал у вас нож, чтобы использование ножей было безопасным, и чтобы, как я говорила, не соскальзывало ничего. И на самом деле эти насечки работают, удобно вот прямо вот придерживать. Каждый нож идет дополнительно в чехле. Следующий момент, который я сразу же отмечу, это то, что нож здесь не острый. И концы, скорее всего, каждого ножа обработаны. Я читала у них на сайте в описании у производителя, что это ручная работа. Каждый нож вручную обрабатывается для того, чтобы он был не острый. Следующий нож я тоже считаю, в принципе, универсальным. Можно и для хлеба использовать, не только для рыбы, овощей и мягкого мяса, как нам говорит производитель, 23 сантиметра у него длина. Уже само лезвие чуть пошире. Кстати говоря, я не сказала, что у каждого ножа есть фирменное обозначение. Здесь бренда, хоу-хау. И, конечно, ножи выглядят невероятно стильными. У меня таких красивых ножей еще никогда не было. Ну и самый большой нож, 32,5 сантиметра. Он тоже идет в чехле. Давайте рассмотрим. Опять-таки, сразу я обращу ваше внимание на то, что здесь нет острого края. Лезвие широкое, очень удобное для нарезки мяса, для нарезки бокалейных изделий, той же булочки, хлеба и так далее. Хочу выделить некоторые минусы данных ножей, ну и в целом керамических ножей. А потом еще расскажу некоторые очень важные плюсы, возможно, о которых вы не знали. И которые вам важно знать. Керамические ножи очень-очень хрупкие, в отличие от стальных ножей. Они не такие гибкие, как стальные ножи. И желательно их, например, под углом как-то их сильно не нагибать. Керамическими ножами ни в коем случае не нужно рубить орехи, не нужно рубить кости, мясо, грубое мясо и так далее. Потому что керамические ножи и тупятся, и, естественно, может отломиться небольшой кусочек у ножа. Поэтому, если вы хотите этот набор приобрести для того, чтобы рубить мясо и для грубых каких-то работ, я вам не рекомендую, конечно же, это делать. Относительно стальных ножей, керамические ножи хрупкие, и их нельзя мыть в посудомоечной машине. Но помимо технологии изготовления этих ножей и качества данной продукции, и безопасности данной продукции с экологической точки зрения, есть ряд еще других преимуществ. И конкретно данных ножей в том числе. В отличие от стальных ножей и, в принципе, да, от других ножей, ножи от бренда Ко Хао, они не окисляются, когда они воздействуют, допустим, с овощами, фруктами, которые имеют повышенную кислотность. Они не теряют в качестве, они не ржавеют и так далее. Следующий момент, я такие ножи очень рекомендую хозяйкам, у которых, возможно, нет мужчины, которые живут одни, либо вы не любите точить ножи, потому что керамические ножи, они не тупятся, их не нужно точить. Они приходят с завода острыми, и, как я говорила, кромка у них 0,4 мм, как раз-таки, которая позволяет не тупиться ножу вообще, при должном, конечно же, использовании, как я говорила. А теперь, как я и обещала, дядя Нил поделится рецептом его самого любимого салата. Это его действительно фирменный салат, который он готовит уже много лет, и все его очень любят. Но этот салат мой любимый и фирменный, потому что я другие салаты готовить не умею. Ингредиенты следующие. Пекинская капуста. Ее запросто можно заменить белокочанной, но просто эту белокочанную капусту нужно немного размять. Дальше огурцы свежие, зеленые. Следующие идут консервированные оливки и кукуруза. Колбаса. Колбаса нужна обязательно полукопченой, а не вареной ни в коем случае, потому что запах дымка жидкого обязательно должен чувствоваться. Ну и майонез, конечно, наш любимый. Можно добавить соль. Плюс завершает все зелень. Сейчас я буду тестировать ножи, а овощечистку я уже протестировал. Инструмент очень легкий, красивый, удобный. Режет, ну, как зверь. Ну, зверь. Тоже зверь? Зверь. Набор зверь. Да, набор зверь называется. Ну, скользит, как теплый нож по маслу. Даже не чувствует вот эта черешка листа. Очень мягко, удобно. Конечно, надо быть очень осторожным в плане того, чтобы не порезаться. Набор зверь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, а я со своей стороны, конечно, стараюсь тоже делать не просто сухие обзоры, а передать вам свое настроение. Возможно, кто-то действительно что-то полезное. Я, по крайней мере, надеюсь, услышал для себя нужную информацию и принял к сведению. Спасибо большое! На этом я с вами прощаюсь. Встретимся с вами, надеюсь, в моих новых роликах. Подписывайтесь на мои все каналы. Все ссылки внизу будут в инфобоксе. Также, конечно же, ссылка будет и на ножи. И также, если мне дадут какой-то промокод или скидку, ну, конечно же, я обязательно всю эту информацию внизу оставлю, если вам понравился данный набор. Я его действительно от всей души рекомендую, потому что сама смотрела отзывы и читала отзывы на сайте, и отзывов очень много. Так что будем пользоваться, будем вкусно готовить, вкусно кушать, повышать себе настроение, чего я и вам желаю. Пока-пока! До новых встреч! Ингредиенты следующие. Ой, я не так, по-моему, что-то. Ингредиенты. Ты как Соня? Да, да, да. И оливковое масло. Кто? Ой, не оливковое масло, от этого уберешь, Таня. И майонез, конечно. Кукурузу я сказал. Да? Да. А оливки? Оливки тоже сказал? Нет. По-моему, забыл. Нет. Давай еще раз, Таня, Таня, давай. То же самое. Огурцы свежие, зеленые. Дальше. Оливки. Раз капусты белокотеные, огурцы-то какие? Ну, можно красные, если зеленые не найдешь. Да, да, я тоже об этом подумала, когда остановился. А бывают другие огурцы-то? Ой, давай еще разок. Давай. Все. Ну, этот салат мой любимый и фирменный, потому что я другие салаты готовить не умею.